Я часто сюда прихожу, вынуждена каждый день подниматься. Представляете, как я поднимаюсь по такой лестнице? Для Елены Крышмару лестница при входе в мэрию – настоящее испытание. Приходит сюда она минимум раз в месяц, когда созывается сельский совет. С прошлой осени занимает должность местной советницы в селе Долна. В выборах участвовала как независимый кандидат и четко знала, что будет делать, если победит. Принимать активное участие в решении проблем людей с ограниченными возможностями и пожилых. Однако деятельность на благо общества сопряжена с множеством проблем. Не настолько опасно. Нужно быть сильнее, преодолевать эти баррикады и не бояться. 36-летняя Елена Крышмару – одна из 47 жителей села Долна с ограниченными возможностями. С детства вела беспощадную борьбу со сколиозом, который уже перешел в четвертую стадию. Позади ни одна перенесенная операция. Из-за проблем с позвоночником пострадали и ноги. Левая на 10 сантиметров короче. Если бы не эта ортопедическая обувь, мне было бы очень трудно. Поэтому эта обувь очень удобная для меня. Вынуждена делать ее на заказ, не на протезной фабрике. И хотя из-за болезни Елена не может даже согнуться, ее огороду любой позавидует. За ним женщина ухаживает вместе с мамой. Иногда посещаю огород, работаю с несколькими рядами помидоров или цветов. Когда понимаю, что устала, отдыхаю. Потом в доме составляю несколько запросов, заполняю документы, присутствую на онлайн-семинарах. Не сидит на месте, даже когда отдыхает. Вяжет в основном на заказ. Среди ее клиентов даже представители посольств. А сейчас занимается изготовлением блузы для себя. Это начало, воротник. Отсюда пойдут рукава, скрепленные по бокам. Потом вниз пойдет и сама блуза. Если у себя во дворе она чувствует, как рыба в воде, то пройти по селу – настоящее испытание. Начинается все с разбитой, размытой дождями дороги, прямо у ворот. Попросила денег на ремонт в Минэкономике, а там ей ответили, что улицу отремонтируют. Правда, в белом варианте, но когда именно – пока неизвестно. Признается, было бы проще, если была бы машина. Не позволяет кошелек и пособие, на которое мы выживаем. Хотели бы машину? Да, конечно. Искренне признаюсь, хотела бы водить сама. Есть такая возможность. За восемь месяцев, как она работает местной советницей, Елена смогла получить деньги на ремонт центра семейных врачей. Здание было в удручающем состоянии. Разрушенная крыша, без отопления, отсутствие пандуса. Все это женщина почувствовала буквально на своей коже. Когда я приходила на прием, облокачивалась об стены, но они были очень грубыми. Всегда появлялись раны. Проект этот успешно завершен. Впереди реализация следующих – ремонт входа в почтовое отделение и музей села. После них Елена намерена реабилитировать тротуары и провести газ в дома местных жителей. Надеется осуществить все, ведь впереди три года упорного труда. Редактор субтитров А.Семкин